здравствуйте уважаемые зрители хочется сегодня показать вам как вот выросли в домашних условиях вот такой вот красоты у себя на участке и при этом не потратив ни копейки из вашего семейного бюджета ну возможно немножко все таки придется что-то докупить что не вырастает что не размножается черенгованием ну в принципе вот эта вся основная масса это ничего не куплен ничего не потрачено за пять лет вот это вот все вот так вот разрослось и хорошее растение то есть в данном случае это можжевельник значит колонавидный вот ему уже по моему у меня 7 лет он не растет высота уже больше двух метров у него ну грубо говоря сейчас я на нем есть в Украине уже сэкономил рубара 800 гривен потому что сейчас такой стоит где-то 800 тысяч гривен такого размера вот у меня сейчас два таких больших поэтому 800 800 1600 гривен не считая всего остального что здесь растет сейчас вам покажу что вообще для этого нужно значит сначала берем веточки находим самые молодые какие-нибудь ветки помоложе желательно прошлого года так это прищипывал немножко ну вот веточка вот подходящая хорошая длина вот уже прирост и свежая этого года но она была еще в прошлом году заложена значит теперь нам нужно сорвать именно сорвать не срезать а именно срывать мы берем вот так вот и срываем вот у нас должна быть вот такая вот пяточка это обязательно вот иначе она не укоренится теперь что мы делаем значит срываем примерно вот до сюда обрываем все вот эти вот нижние поросы для того чтобы она у нас не загнило не загнило в земле вот у нас получается вот такого черенок примерно он около больше 20 сантиметров 25 сантиметров больше брать не стоит смысла и старайтесь брать именно чтобы веточка была вот такая одинарная чтобы не банки там раздвеяний там или еще чего то то есть вот это вот идеальная веточка молоденькая все и кстати сейчас я хочу сказать что значит сейчас вот у нас лето жарень 32 градуса июля месяц вот начало июля и существует такое мнение что хвойники хорошо черенкуются значит примерно 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 в мае нужно сажать их или на зиму я сам стараюсь это конечно я стараюсь сажать на зиму но я вам скажу что половина всего от этого добра которые люди bildите это все было посажено летом никакой зимы никакой осени и это все было посажено летом то что касается на зиму сажать или весной я вам скажу попозже других видео я вам более подробно распишу что как и размажал и где ses berm потому что у меня очень много это только до плантастами еще и три гробочки которые заложены они там еще очень молодые я вам все покажу сейчас мы подготовили мы черенки значит там и сучи 1 2 3 4 5 6 штучек эти подготовил мне нужно кое-что еще раз встретить их я их решил размножить это тот можжевель на которое он показывал думаю называть не вспомнил название значит что мы делаем первым делом уже подготовить землю земля просто все перекопали порохлили чтобы земелька была очень мягенькая вот хорошая значит и заливаем водой хорошо заливаем воду чтобы она впиталась не жалеем воду вода это все так все пока вода впитывается я вам теперь расскажу про место потому что многие те кто выкладывают ролики на ю тубе как размножать можжевельные тихоньки они не говорят именно о правильном выборе места и это большая ошибка и фатально принципе ошибка для самого растения и для того кто пытается все-таки размножить и потом через три-четыре неудачи они бросают это дело и значит первое место должно быть полная тень как это не парадоксально хвойники растут на открытом солнце они не любят тень значит но размножать их нужно в полной тени желательно по деревьям в данном случае это метод засираем под грушей под виноградом солнце нету никогда практически и это самое оптимальное условие для того чтобы эти вот наши саженцы будущие елки приживаться прекрасно значит я не пользую я пользовался укоренителями если хотите пожалуйста купите там есть специальные корневины всякие продаются вот там замачиваете на сутки и штучки эти саженцы наши и потом все какие-то но и не пользуюсь свежие только сорвал пять минут прошло и я уже начинают берете смочена земля земля впиталась и просто берете и так вот стыкиваете поглубже расстояние где-то примерно 5-10 сантиметров посмотрите сами нас варенье какого земля позволяет ямку когда делать желательно делать углубление для того чтобы потом когда поливали у вас лишняя земля вы лишняя вода не скатывалась никуда оставалась вот в ямке и потом присыпайте просто сухой земель все вот в принципе вот это вот пять минут у нас занялась вот эта подготовка все это дело и теперь мы это все накроем банками я использовать обрезки желательно наверх для чего когда вы накрываете растение нужно упалить потому что если вы проводите сверху плохо пропитывается и питает корни очень много воды вы открываете горлышко открывайте горлышко и берете потом сюда через лечку наливаете воды все тем самым вы обеспечивали жизнедеятельность растения и она себя прекрасно чувствует создаете для него максимальная атмосфера можно накрывать банками кто что очень любит кто как накрывает я буду к нам накрывает много откуда в них очень много ну все сейчас следующем видео я покажу уже то что у меня принялось что вы поняли и расскажу о том как второй способ как можно вот проблему вот этих вот растений будет заключаться в том что когда пересаживать нужно будет его выкапывать из земли и нужно нарушать корень а корни и земля вокруг корней для хвойников очень-очень важна я потом объясню почему она так важна и почему очень много растений при пересадке хвойных погибают мы еще поговорим в следующих видео более подробно о всем этом видео спасибо всем пока